Сегодня в гостях программы «Правда 24» – человек, делающий нравственность. Именно так по-гречески обозначается ремесло нашего гостя. Эклит Кюртинис у нас в гостях. Приветствую. Прошу. Спасибо. Эклит Кюртинис у нас в гостях. Актер с английского action – это действие. Это уже гораздо позднее название артиста. А вообще в Древней Греции изначально это был человек, делающий нравственность. И, кстати, в Древней Греции, я многим зрителям рассказываю, мне это очень нравится. В Древней Греции в театре зрителю доплачивали деньги, чтобы он пришел в театр. Это очень многим понравится. Сейчас из напрасного этой идеи вкинули. Но, конечно, это касалось не богатого социального слоя, а они таким образом поднимали духовность и образование бедного слоя населения. То есть платили только бедным, а вот богатый должен был заплатить большие условные деньги. Прямо у самых истоков она была на дотации. Да. Изначально. Да. У нас, знаете, у нас на дотации условные, в передаче «Кошки». Мы их пиарим, что называется, для того, чтобы бездомным найти хозяев. Это кто? Котик Филя. Котик Филя. А как по-гречески будет «кошка»? Слушайте, какой очаровательный рыжик. Рыжие же коты приносят счастье. Вообще рыжики все, даже люди, они по характеру непростые люди, очень сложные, но безумно талантливые. И человек, если рыжий или животное рыжие, оно приносит счастье в дом. И рыжего кота или собаку, или лису надо обязательно гладить на счастье. Тем более такой очаровательный малыш, по-моему, даже голубоглазый, да, Евгений? Так. Да, да, таким у нас светлым. Зовут его Филипп. Филипп. Это, кстати, тоже греческое имя. Тоже греческое имя. У меня Евгений тоже греческое имя. Да. Причем Евгений используется как в Греции, как имя, и как смысл, который переводится имя. Благородный. То есть как прилагательный используется. Вот Евклид, на самом деле, насколько распространено это имя в Греции? Потому что это, в общем-то, мы все знаем про геометрию. Но это распространенное имя в современной Греции? Вы знаете, нет. В Греции, значит, древнегреческие имена не распространены. Но вы удивитесь, что я давно мечтаю купить маленькую статуэтку Евклида, но нигде по всей Греции найти не могу. Нет ее. То есть есть там Александр Македонский, есть Сафокл, есть Архимед, Аристофан, а Евклида нет и все. Поэтому древнегреческие имена не актуальны среди эллинцев, но среди советских греков или российских греков или греков-эмигрантов, которые живут... Извините, я думаю, что мы показали Филиппа, и поскольку он, чтобы он не стрессировал и не пел, здесь мы его отдаем. Он чудный. Отдаем, да, чудный, мы, может быть, дадим ему второй шанс. Так, я вас перебил. Вот, если греки эмигранты, то они, конечно, называют, родители называют своих детей там и Сократами. Чтобы акцентировать. Да, да, такой, потому что мой-то отец такой прям математик по духу, по-своему, поэтому он сознательно назвал. А в Греции в основном все православные имена. Никос, Вимитрий, Николай, ну все наши русские имена. А родились вы в Грузии при этом, в каком-то греческом, насколько я понимаю, месте, поселении? Что это вот? Где вы родились вместо вашего рождения? Вот видите, какой вы талантливый журналист. Вы очень точно сразу попали, что столько всяких ходит историй. Таланта для этого не надо. А что нужно? У всех здесь просто изучить вопрос. Хорошо, профессионализм, скажем. Да, хорошо, согласен. Это была Грузинская СССР, это был Северный Кавказ. Это район, где находилось 60 греческих деревень. И вот в городе, который был главным среди тех деревень, вот оттуда я родом. Вы сказали, что родитель ваш был математик, но насколько я понимаю, по материнской линии у вас все там близко к вашему ремеслу, потому что там пели все, нет? Музыканты, да. Музыканты, да. Хотя отец так сердится. Почему ты так говоришь в интервью? У меня тоже в роду есть музыканты. Но в большей степени, конечно, по материнской линии. Отец не математик просто, он такого математического мышления человек очень. А, я неправильно, значит, я вас понял. И любящий математику, я бы так сказал. Поэтому он честь Севклида и назвал. А по материнской линии все музыканты, и уже разбросанные по миру, и здесь в России, и в Греции, и в Германии, и в Англии, и везде. Но в большей степени все музыканты играют на разных инструментах, и поющие. А имена родителей? У отца, отца моего зовут Кириак, соответственно, меня многие пытаются называть по отчеству. Кириакович. Кириакович. Кириакович, это вид Кириакович. Кириакий, Кириак можно перевести с греческого как Воскресенье, Кириаки, или Кирия Господин, поэтому это, может быть, двойное значение. А маму зовут Ламара, такое красивое имя. Очень красивое, не слышно никогда. Поэтому греческие имена. А братья и сестры у вас же есть? Нас четверо. Четверо, да. Четверо. У нас, оказывается, теперь три ребенка, это многодетная семья. Да вы второй, да? Сестра старшая. Я второй, да. Мы сейчас были просто в Крыму на кинофестивале, или ездили по селам с концертами, и там есть директор ДК, подошла женщина с золотой медалью, и говорит, а что это у вас за такая медаль? А это ей президент вручил как многодетной семье. Я говорю, а сколько у вас детей? Она говорит, трое. Представляете? Изменились стандарты. Тогда четыре человека, минимум от четырех человек уже считалось там многодетная семья. Поэтому нас четверо. Крым, кстати, тоже греческое место такое традиционное, собственно, там все названия до сих пор греческие такие остались. Вы понимаете, Крым вообще, так же, как, кстати, и Сухуми был открыт двумя монахами, и основан был город. И Крым был открыт греками, но греки не могут претендовать никогда на чужую землю. Даже если пройдет тысячи лет, они благодарны этой земле за то, что земля приютила или страна приютила, но они никогда не могут сказать, что это наша земля, здесь были наши предки. То есть они безумно благодарны, по-моему, Екатерине Второй, да, с тех времен. Она давала подданство и давала землю, чтобы греки могли освоить эту территорию. Но вот такой анклав в Грузии, где вы родились, это ведь гораздо позже. Если в Екатеринском времен какой-то генерал выкупил вот эти земли для того, чтобы подарить беженцам, которые из атаманской империи эмигрировали, нет? Да, правда, да. Нет, нет, совершенно верно, совершенно верно. И многие греки благодарность называли своих детей именем полковника Ермолова. А, он полковник, не генерал, это я его. Царской России, потому что он через хребет кавказский спас очень много, просто огромным шло колонной, шли семьи греческие из Византии, нынешняя территория Турции. Преследовали их за веру, то есть как православную? Да, да, да. Ну, это вот то, с чем сейчас отстаивают армяне, да, на международном уровне. 20-й год это годовщина геноцида. Это страшные годы, которые помнят и мое поколение еще прям, конечно, я это не застал, но бабушка моя, которая все это застала и мне это рассказывала, поэтому я это не то, что там через 200-300 лет и это рассказываю, а это я прям чувствую. Это вот 15-е по 22-е годы, то есть мы гораздо поздние кавказские греки, совершенно верно. Потом, значит, вы переехали в Бессинтуке. Да, совершенно верно. Выросли в Бессинтуке, а образование получали в Днепропетровске. Нет? Ну, первое. Профессиональное образование. Профессиональное, да. Основное образование я благодарен своим ясинтукским учителям и средней школе номер 8. Хотя было очень сложно, я рос в греческой среде, и поэтому тяжело давался русский язык, очень тяжело, просто тяжелее всего давался русский язык, но тем не менее я его победил. А профессиональное образование, да, я получил в Украине, в Днепропетровске. А почему именно в Днепропетровске? Каким образом вот выбор пал? Или у вас семейство туда переехало? Нет. То есть вот как вот решение принималось? Дело в том, что мне было 14 с половиной лет, я закончил 8 классов. И я уже точно понимал, что дальше мне учиться не имеет смысла, потому что я уже точно знаю, кем я хочу быть. А-а-а. Интересно. Поэтому я стал искать, какое театральное училище могло бы принять меня в свое лоно. И выяснилось, что почти все вузы, они высшие. Даже если называется Щукинское театральное училище, это высшие театры. То есть только после 10-го можно было? А, тоже существенно, да. Как бы некое, да, потому что, ну, ребенку 14 лет, отпустить его куда же, в Днепропетровске, это, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, был вот такой выбор. И из-за того, что они брали после 8-го класса, я выбрал вот Днепропетровск. А срочно вы служили на космодроме? Капустин, я. Да. Это под Астрахани, да, по-моему? Да, да. А вы служили так же, как все вот выпускники творческих учебных заведений, то есть там хор или что-то такое. Что вы делаете на космодроме, если это является военной тайной? Евгений, это не военная тайна, но это такая большая и сложная, и безумно интересная история, что в двух словах ее жалко рассказывать. Понятно. Служил я в итоге в ракетных войсках, на 4-м центральном испытательном полигоне в городе Капустин-Яр, но в ансамбле. Но как я попал в этот ансамбль, и что там было, потому что после театрального училища я мог смело идти прослушиваться военные театры, и мог, единственное, не два года, а три года служить армию, будучи актером в военном театре. Но так как моего младшего брата забрали в Казахстан, и он служил в нормальных войсках, во внутренних, я подумал, как он будет, мой младший брат, служить в армии с автоматом, а я буду в театре служить. И я пошел, написал заявление, чтобы меня забрали, куда заберут. И меня забрали в ракетные войска, меня месяц сдержали, не знали, куда деть актера. У них был актер, и они его тыкали, а я попал, помню, в авиационный полк, и думал, господи, какое счастье, я люблю самолеты. Я буду летать, значит, раз я в авиационном полку. А они в недоумении думали, а что мы с актером делаем? А я до сих пор помню разговор, когда, знаете, в военкоматах покупают же этих новобранцев, приезжают там с разных частей. И я помню, как разговор, по-моему, капитан был из Астрахани, говорит, мне нужно 12 водителей. А ему говорят, да вы что, водители у нас на весь золото, мы тебе можем дать одного в два, но не 12. Он говорит, нет, мне нужно 12. А меня никто не брал, актер, кому нужен в армии? И они говорят, хорошо, мы дадим вам 12 водителей, если 13-м возьмете актера. А, нагрузку. Нагрузку. И меня так забрали в ракетные войска Капустин Яр. И я написал заявление, что я хочу в нормальные войска. И потом они меня долго мурыжили и в авиационном полку, а что нам с актером делать, куда насильно отправили в ансамбль, где я год отслужил в ансамбле, потом написал заявление, что я должен служить в нормальных воинских частях, а не на сцене выступать. А я уже к тому моменту получил какую-то медаль за актер в военном деле. Я говорю, ты хорошо подумал? Я был и ведущим, и то, и то, и драм-кружок там было, и все. Я говорю, да, конечно, потому что мой младший брат там в армии, в Казахстане, в Чемкенте, а я тут, значит. Ну что ж, пожалуйста. И они меня отправляют туда, где заправляют баллистические ракеты. И то, что я там услышал, вот это было страшно. То есть, это отдельный разговор. Понятно. А как у вас в армии к вам обращались? А ты в Клиды есть какой-нибудь уменьшительный? Просто или назвали их Клидом, или там звали Грек там, или... Ну, обычно в армии же как, всегда-всегда там что-то придумывают. Как у вас это складывалось? Ну, конечно, в большей степени, когда меня не было рядом, говорили позаветово Грека. Грека, да. Где этот Грек, куда он задевался? А при мне, это на самом деле вопрос, который задают бесконечно, где бы я ни был. Начиная от американцев, заканчивая там нашими в России, как короче. Да, уменьшительный. Но дело в том, что по-гречески эвклид звучит еще длиннее. Серьезно? Эвклидис. По-русски ласкательно. Еще длиннее, чем по-гречески. Это эвклидушка. Эвклидушка. Поэтому, ну, никак, короче, эвклида. Мне, конечно, не нравится, как американцы упрощают все. Эв, Эд, Мик. Не нравится мне. Мне кажется, это же здорово иметь такое имя. Эвклид, там, я не знаю, Серафима. Какие имена красивые, да? Что ж не назвать-то их? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, вот в период детства, отрочества, когда любое нестандартное поведение, внешность или имя, оно сразу как вот привлекает внимание. Это хорошо? Вы же, когда, допустим, учились, там, в Весентуках, вы же на какой-то привилегированном были положении, там, у нас там в классе единственный грек, или там еще были греки. Это помогало или мешало, короче говоря? Я бы сказал, что это вырабатывало иммунитет. То есть появлялся, ну, откуда-то же должна была рождаться самоирония, потому что если так пафосно к себе относиться, то, конечно, можно сойти с ума. А так я уже привык слышать, там, эвкалипт, и полит. Вот такие были варианты, да? Да, бисквит, я не знаю, там, как только клит, даже однажды не могли вспомнить эвкалипт, назвали каланхой. Поэтому все это нормально. Служба в армии как опыт пригодилась когда-нибудь, ну, в ремесле, в актерском? Что-то вы оттуда подчеркнули из этой службы для себя, как для актера? Спасибо за вопрос. Мне в армии было очень тяжело. Мне было катастрофически тяжело, потому что я человек романтичный, после театрального вуза, который уже народный артист России практически. На четвертом курсе же все народные. Ну да. Вот. Поэтому было очень тяжело, очень тяжело. Но я в большей степени благодарен армии не потому, что она мне в профессиональном смысле дала что-то, а в личностном она меня сделала мужчиной, армия, потому что это было очень непросто. Когда ты учишься не жаловаться, когда ты стойко переносишь, как бы тяжело тебя не было. И я помню вот это ощущение армии, что я был где-то на Марсе, и вот моя семья, школа, что это было где-то в далекой-далекой жизни, и чтобы туда долететь, это нужно как вот с Марса возвращаться на Землю. То есть было вот такое ощущение. Но я безумно благодарен вот этим двум годам, которые меня изменили и сделали меня мужчиной. А уже потом я, конечно, радовался, что, играя в фильме «Балабанова война», я могу автомат держать в руке, что я знаю, что такое сапоги, как портянку замотать. Сейчас не знаю, в армии есть портянки или нет. Тогда были портянки. В кровь ноги разбивались от портянок. Вот вопрос о «Балабанове». Вы знаете, по-моему, у Елены Ханга, когда с вами беседовала, она привела высказывание известное туши, что каждый актер должен быть немножко глуповат. И мы тогда как-то ушли с этой темы, не стали, так сказать, отвечать. А я вот о чем подумал. Про «Балабанова» вот есть два мнения. С одной стороны, говорят, что это гениальное совершенно режиссер, а второе мнение, которое, как мне кажется, не противоречит первому, что он в жизни не был интеллектуалом, так скажем. Вот вы как считаете, это разные задействованные участки мозга или души творить, делать продукт, делать кино, или делать интеллектуальный продукт? То есть может ли, короче говоря, был ли Балабанов с вашей точки зрения интеллектуалом, а второй вообще может ли быть гениальный режиссер-интеллектуалом? Я думаю, что должен. Должен быть? Вы считаете, что это не мешает? Конечно. А потом, это так странно слышать, что Балабанов не был интеллектуалом. Я не был знаком просто с ним. Дело даже не в этом. Вот взять сценарий, сценарий фильма «Война», он был написан Балабановым. Все считают, что это настоящая история, которая была в Чечне, и просто взяли, переложили ее на экран. И вот когда я там встречаюсь с чеченцами, они говорят, так это у нас вы взяли из жизни, это же правдивая история. Я говорю, да нет, от начала до конца все это придумано Балабановым и талантливо написано. Мог ли неинтеллектуальный человек написать такой сценарий? Очень сомневаюсь. У вас тур будет осенью, да? Это будет ваш как бы, то есть сольный проект? То есть вы читаете там, поете, или это у вас там какая-то группа? Ну-ка, помимо оркестра, я имею в виду, вы там единственный солист? Расскажите поподробнее. Вы знаете, я обязан такому человеку, живет в Москве, Валерий Кучеренко. И однажды он мне предложил, он искал человека, который бы знал наизусть срочно какую-то часть стихов и смог бы выступить с оркестром вместе. И он обзванивал, там у кого-то была часть, а другая надо было с листа читать. А его это не устраивало, ему нужно было наизусть полностью там на полтора часа. И я говорю, да, у меня есть такой материал, только это любовная лирика 18-19-20 века, то, чем я покорял сердца девушек. И он говорит, что наизусть? Я говорю, да, наизусть. Мог бы полететь в Красноярск и с оркестром там прочитать. Я говорю, даже я был настолько потрясен, потому что кому это сейчас нужно? У нас сейчас нужно веселье, радость, юмор. Да, все позитив, должен быть позитив. Поэтому думал, кому поэзия нужна, сложный жанр. Нам нужно срочно вот полетать, лети. Я прилетаю в Красноярск, там было 5 концертов. Во-первых, замечательный оркестр народных инструментов был в Красноярске. Удивительный коллектив. Во-вторых, полный зал народу, который соскучился уже. Теперь 24 октября будет в Краснодаре с оркестром симфоническим и эстрадным стихи. Потом будет в Дубне в рамках года литературы. Будет первое отделение «Ни сон, ни в летнюю ночь». Будут читать два монолога Гамлета и музыка из кинофильма. А вторая часть будет «Любовная лирика». Я очень люблю этот формат. Он такой вкусный. И мне так приятно в зале видеть не только взрослый контингент, который готов к поэзии, А сидят, во-первых, бабушки приводят своих внуков или внучек, чтобы приучать к поэзии. Но сидят и молодые влюбленные пары. Там 16 лет, 17 лет. Поэтому я в программу даже использую хулиганские стихи. Для того, чтобы зацепить каждого и не испугнуть. Потому что серьезными, сложными стихами... Там Бродского очень люблю, но можно запугать молодого... Загрузить как это? Да, загрузить. У нас по формату мы финишируем игрой в правду. Вот в этом красном мешочке есть четыре фишки. Вы сейчас вытащите одну. Прямо сейчас. Да? Да. Так жалко на это время. Лучше бы поговорили по поводу... Мы переставим разговаривать. Да? Это красный цвет. И любую красную карточку не выбирайте. И читайте вопросы. Слух. С кем из бывших хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Никогда нельзя войти в одну реку дважды. Хотя очень хотелось. Если ответил на вопрос. Ну, будем считать, что ответили на вопрос. Я просто очень рассчитываю, что Эклит еще осенью перед своим туром придет к нам в программу. И мы эту тему немножечко развернем. Я могу считать, что мы договорились с вами? Ну, я объясню. Дело в том, что все так много и активно говорят о личной жизни. А мне кажется, что артист должен быть загадкой. И, ну, мне... Я понимаю, что это очень интересно. Но лучше поговорить о чем-то другом. Еще больше Эклит всех заинтриговал. И на этом ему тоже спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.